Голубое топливо в домах жителей Заволжьи появится очень скоро. Проект по газификации населенных пунктов включен в инвестиционную программу «Газпрома». Ее начнут реализовывать уже в следующем году. Об этом во время рабочей встречи договорились глава республики Михаил Игнатьев и председатель правления газовой корпорации Алексей Миллер. Тему продолжат мои коллеги Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. На протяжении нескольких дней они сопровождали чувашскую делегацию в Москве. Цена вопроса 500 миллионов. Сроки реализации проекта рекордные. Провести газ в Заволжье планируют уже до 2015 года. Проводить все работы, устанавливать оборудование Чувашия будет совместно с республикой Мариел. Голубого топлива там тоже дожидаются жители Звениковского района. Понятно, надо подготовить проект на сфер документации, понятно, надо экспертизы проводить. Вопросы есть чисто по согласительным процедурам. Как мы быстро все это сделаем, не создавая бюрократический проволочек, соблюдая все нормы действия законодательства, тем быстрее вся эта работа пойдет. Договор о сотрудничестве с Газпромом республика подписала 11 лет назад. За все это время было проведено более 14 тысяч километров газопроводов. Переоборудовать на прием голубого топлива удалось практически все котельные. Уровень газификации в Чувашии вырос до 80%. Хочу поблагодарить за четкое взаимодействие в сфер документации работы и все то, что вы делаете по своей стороне, и все с какой-то сфер документацией. Паспорт на сфер документации. Она за 28-й сфер документацией, она вдохновает на образ и действует. Михаил Игнатьев на встрече с Алексеем Миллером договорился о передаче всех объектов газового хозяйства Газпрому. Вопрос для республики важный. Содержать оборудование накладно. Принять его на баланс компания готова. В течение пяти лет Чувашия подготовит свои предложения. Мы не можем на сегодняшний день содержать, ибо построить построили. А это ключевые темы с точки зрения безопасности, с точки зрения своевременной поставки газа и ряд других вещей. То есть полное понимание в этом вопросе тоже есть. И я надеюсь, что мы на взаимовыгодной основе отрабатываем все вопросы. И результат он будет во благо жителей Чувашской республики. Газпром планирует поддерживать и строительство Ледового дворца. На завершение работ необходимо более полумиллиарда рублей. Сейчас на площадке возводят тренировочный каток. Сюда уже подвезли необходимые материалы. Следующий этап – монтаж основной арены. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.